Здравствуйте! Мы сегодня будем показывать различных персонажей и как их переодевают. Вот он вставает, одет как бы танцевать. На первый взгляд сразу бросается в глаза, что он одет, танцевал. А сейчас он переоденется в роль печарыки. Печарыки – это персонажи, которые приходят в масках со всеми. Начинаем переодеваться. Вот печарыки готов. Он может различные сценки вам показывать. Все, он к этому готов. Вот когда пузатый корбатый делает, сюда подушку прикладывает или еще что-нибудь. Корбатому сюда прикладывает. Можем тоже показать. И можно даже колотить по пузе. Ему невольно будет. Вот так вот колотят по пузе. Вот так вот. Горбатый наоборот делается. А людей, которые переодевают, называют тэб. Тэбик называют. Дай-ка палку. Можем. О! О! Ихо выровенью. Вот, вот. Вот. Вот это вот у нас проделки разные. С печарик. Сейчас мы будем снимать. Будем делать танец крылатого. Вот так, вот, 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 вот. Это танец «Остырите». Так, левую руку назад, делайте, все, вот, вот. Что это хватит? Эту снимать. Давай. Давай. Вот так вот привязываем шкурку лисы. Мы ее завязываем вот таким вот образом. И она у нас получится шаг. Это хаймас. Кто часто смотрит наши видео, те знакомы. Вот таким образом он стружку строгает, и это все в рыбку превращается. А в зимнее время в лосей, в соболей превращается. И одеваем мы его таким образом. Вот мы одели его. Кайоринг, песню будем петь. Это такой жанр. Это семь человек вот так вот берутся и поют перед медведем песню. И обязательно в белом халате. У поющего за спиной, за спиной вот здесь вот лежит топор. Это одна из священных песен, принято ее так петь. И в белом же халате приходят духи покровителей с устьев рек. На устье Казыма Семера и на Сосьве. Везде на каждой реке по семь человек. Вот они тоже в таком же одеянии приходят. И еще бы хотелось... А, да, я не смогу показать. Но я просто расскажу. Еще высокая женщина приходит на медвежий праздник. Это богиня Салыма. Мужчина стоит и сверху девочка садится. У мужчины халат, у девочки тоже халат. И накинут платок. Мужчина ногами танцует, а она ручками своими. И таким образом получается высокая. Вот такой вот танец еще есть. Сейчас мы с тобой сделаем вузы, елты, ябка. Это паутину, разметающий танец. Держи. Прежде чем приступить вот так. Окуривает помещение. Окуривает помещение. И вы уже смотрели все. Поэтому мы упустим тот момент. А здесь просто будет разметать паутину. Вверху твой танец. Начинаешь снизу. Каждым кругом все выше, выше, выше. Смахит двумя руками. Это как-нибудь вот так вот сделай. Вот. Вот так. Ага. Чтоб не пошел. Так. Сначала снизу. Вот таким образом разметается паутина в доме. Семь лет никто не был, может быть, в этом доме. Вот так. Все правильно. В самом медвежьих игрищах. Это маленькая часть, что мы показали персонажей. Персонажей, конечно, очень много. Разнообразно одевают их. Допустим, есть лиса. Там нужна солома. Солома надо поджечь. Ну, мы здесь же не будем поджигать. С крыльями нужно. Сури, 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 сури. Чайку показать надо. Лошадь у нас есть. Скачешь на лошади семь кругов. У Асты Яки крадет серебряные блюда. И вот убегает. Это сури как раз убегает. Но сури почему-то на лошади. На седьмой день догоняет. Вот этот танец. Их очень много. Водяного танец есть. Очень много персонажей, которые нужно показать. Мы маленькую часть показали. Ну, думаю, достаточно, чтобы вкратце ознакомиться, что такое медвежьи игрищи. Если вас заинтересовало, приходите в окружную школу медвежьих игрищ. А когда мы будем проводить медвежьи игрищи, обязательно приходите. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok